МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы слышали слово конфитюр. Это такое разваренное варенье по-нашему. То есть значение этого слова, от слова конфи, это что-то такое растушенное, разваренное. Вот отсюда конфитюр, и отсюда целая концепция изготовления конфи из всего, чего хотите. Но начиналось все от утиных или гусиных ножек. Так вот, это блюдо связано с фуагра. Вы знаете, что такое фуагра? Это жирная печень переводится, гусиная или утиная, очень большая. Это абсолютный деликатес. Кто-то считает, что производство фуагра связано с издевательством над животными, над пиццами. Их ведь как будто бы насильно кормят. Это не так, конечно, все. Я-то знаю правду. Но есть такие люди, которые имеют зеленый цвет, они говорят, что вот это издевательство над птицами, потому что их насильно кормят, и у них вот такая получается печенка. Это все не так, но дело не в этом. Смотрите, Франция исторически ест фуагра. Франция исторически выращивает этот продукт. Ведь птицу вырастили, вытащили из нее печенку весом там грамм 800. А куда девать грудку и куда девать ноги? Надо как-то использовать это. И вот для того, чтобы использовать ножки, придумали такой способ их изготовления, их приготовления и хранения, что очень важно. Дело было давно, холодильников-то еще не было. Вот придумали, взяли и стали томить гусиные или утиные ножки в собственном же жире этой птицы. Получается отличный продукт, который потом под этим слоем жира, застывшего, хранится, по сути, вечно. Ну, не вечно, но очень долго. Это блюдо зимнее, потому что так готовили ножки на зиму. Горшки глиняные, там лежат серия ножек и залито слоем жира, который застыл. Конечно, нужен был какой-никакой холод для этого, какой-нибудь погреб, но это лежало долго, потому что пробка жира, она является консервантом. Она предотвращает продукт от порчи. Вот откуда взялось конфи. Сегодня конфи делают не для того, чтобы сохранить ножки, потому что сегодня есть холодильники, сегодня есть морозильники, сегодня есть стерилизация, консервная банка. А это делают уже потому сегодня, что это просто вкусно. Что общего у варенья и этих утиных ножек? Во французском языке слово «конфи» используется также в значении «засахаренный». Итак, готовим конфи из утиных ножек. Это утиные ножки. Вот как их сделать такое атомное вкусное блюдо – конфи? Сейчас покажу. Весьма современно, весьма, так сказать, сдержанно, но вместе с тем обильно и вместе с тем сытно и хорошо. Я отправляюсь сейчас за продуктами некоторыми. Мы сегодня, между прочим, сделаем конфи с гарниром. И с еще одним гарниром, чтобы была полноценная трапеза. Я отправляюсь за овощами. Я возьму сейчас картошку. Возьму немножко картошки. Я возьму чеснок. Я возьму апельсин. Два штука апельсина возьму. Я возьму петрушка. Хороший возьму пучок петрушка. Вот так возьму. С этим я отправлюсь на кухню. Вот так. Ножки перед тем, как я буду их готовить, я, друзья мои, посолю. Потому что, когда готовят конфи во Франции, ножки высаливают. Их засыпают солью. Так вот, не дико густо. Вот так, как я. Гуманно весьма. И так ножки лежат. Ну, их много, этих ножек. Там штук 100-200. В таких больших кастрюлях. Они немножко друг на друга давят. Так ножки лежат сутки. Эти ножки по технологии очень долго потом томятся. Чтобы из них вытопился жир там получше, да, чтобы они были готовы. Но эта ножка может развалиться в результате, правда? Можно так взять ее за косточку, а мясо все с нее свалится. Потому что ножка сильно готова. Так что бы этого не было, ножки высаливают. Тогда мякоть становится плотнее. И она лучше удерживается на кости. И она будет готова. И будет мягкая. Но она не будет сваливаться с кости. Вот в чем смысл суточного высаливания ножек. Я сейчас не буду высаливать сутки. Но мы будем считать, что вот они сутки так пролежали. Еще немного соли добавлю. И готовы. Я возьму кастрюлю. Возьму-ка я вот такой. Вот такую. Такой сотейничек. И возьму-ка я вот такой сотейничек. Я возьму, смотрите. Сейчас по технологии я должен мясо промыть. Я возьму сейчас воду и промою ножки. Как будто бы они у меня солились сутки. Я их только полосну водой. Бросаю в кастрюлю. Ну, такую кастрюлю, видите, в которую эти ножки помещаются, естественно. Значит, я сейчас укладываю ножки в кастрюлю. Вот так. Положу я туда апельсин. Вы, наверное, слышали и знаете, что утка с апельсином – это классика. Поэтому я люблю делать конфи в присутствии апельсина. Я просто возьму апельсин, разрежу его пополам и положу вот так вот, где-то возле, рядом с ножками. Вот положу. Теперь я еще возьму немножко тимьяна. Это всегда хорошо к утке тимьян. Парочку веточек. Я даже заткну тимьян под одну из ножек. Я его спрячу, чтобы он там мне не болтался по кастрюле. И теперь я все это залью растительным маслом. Но когда у меня конфи приготовятся, в том жире, который будет возвышаться над ножками, будет уже смесь растительного масла и утиного жира. Я в следующий раз приготовлю конфи. И вот так с каждым разом у меня количество утиного жира будет увеличиваться. В результате у меня получу такую заливку, которая всегда будет у меня работать. Я сейчас, смотрите, спокойно наливаю сюда много растительного масла. Вот так, чтобы, видите, масло покрыло ножки. Включаю нагрев. И вот он будет однозначно невысоким. Я поставлю сейчас на пятерку из девяти. Это только для начала. Потом я этот нагрев еще и уменьшу, когда у меня масса вся нагреется. Чтобы не было явного кипения вообще. Вот такое вот незаметное томление этих ножек в кастрюле в какой-то емкости. Не обязательно в чугунной, не обязательно в горшке. Вот обычная кастрюля. Она стоит на обычной нормальной кухонной варочной поверхности, которая имеет вот инфракрасную, тепловую сторону и индукционную. Я работаю сейчас на тепловой стороне, без индукции, потому что мне сейчас нужен спокойный мягкий нагрев. Вот, собственно, и все. Потому что теперь мне остается только ждать. Я могу лечь, поспать. Я могу сделать уроки для своих детей. Вместо них я могу написать сочинение. Я могу делать все, что угодно. Потому что мне главное быть уверенным в том, что у меня невысокий нагрев. И у меня здесь пусть и томится оно достаточно долго. Могу себе завести будильник и все. Но хочется сделать полноценную еду. Поэтому я сейчас еще сделаю классический гарнир конфи. Так, как его делали крестьяне себе, чтобы съесть вот такую ножку, разогретую. Потому что зимой ножки доставали из горшка, из-под слоя застывшего жира. И грели в печи. Ну, как в духовке, считайте, в духовом шкафу. Грели и подавали с гарниром. Вот такой был гарнир. Смотрите. Готовим конфи из утиных ножек. Перед приготовлением утиные ножки высаливаем. Обильно засыпаем солью. Затем ножки промываем, выкладываем в кастрюлю. Туда же половинки апельсина и пару веточек тимьяна. Затем заливаем ножки растительным маслом и оставляем томиться на небольшом нагреве в течение нескольких часов, не допуская кипения масла. Тем временем можем приготовить гарнир. Партошку я нарежу пятаками. Достаточно тонко нарезаю. Тонкие. Это будет картофель саладес. Потом я картошку обязательно откину, чтобы в ней не было влаги, чтобы стекла хорошенько вода. Вода здесь нежелательна. Ну, собственно, в картошку всегда надо обсушивать от воды. Неважно, что с ней будет происходить. Вот, смотрите, сотейник. Я сейчас возьму сотейник. Возьму отсюда, как будто бы это готовый конфи у меня, вот расплавленный жир. Ну, будем считать, что это утиный жир. Да, вот такая вот, и хотя бы смесь утиного и растительного масла. Вот я сейчас беру этот ароматный жир. Ну, мы считаем, что конфи как будто бы уже готов. И наливаю в сотейник. Сейчас я его, этот жир, чуть-чуть еще подогрею. И положу в него картошку. То есть картофель сарладес – это такая картошка, томленая в гусином либо утином жире. С некоторыми добавками, которые скажу несколько позже. Вот, смотрите. Я кладу сейчас картошку. Так вот, я бы сказал, слоями, что ли. Один слой. И, чтобы она вся лежала горизонтально, чтобы никакая картошечка вдруг у меня не стояла. А все горизонтально лежит. Поэтому я буду укладывать ее тщательно и аккуратно. Ну, очевидная вещь. Смотрите, вот стоит у крестьянина горшок глиняный. Там лежат ножки томленые, холодненькие. Сверху слой застывшего утиного жира. Это все стоит где-нибудь в погребе. Он хочет поесть, он должен снять слой жира, достать пару ножек, чтобы там всем хватило, сколько надо. А жир-то надо кто-то использовать. Он возьмет немного жира с собой, возьмет эти ножки. Ножки будет греть. А на жире приготовит картошку. Это абсолютно рациональная история. Использовать жир так. Картошку готовит. Очень вкусно будет. Вот почему картошка готовится на, вот в данном случае, на утином жире. Соль. Можно положить тоже веточку тимьяна, закопать вниз. Вот так. И надо добавить немного еще жира, потому что его здесь не хватает. А уточка будет томиться вот в этом жире. Здесь его нормально. Вот так, видите, вот. Вровень с картошкой, почти вровень с картошкой жир. Теперь ждем. Смотрите, у нас томятся ножки в растительном масле сейчас, с апельсином, с тимьяном. И у нас сейчас начинает прижариваться чуть-чуть, так сказать, томиться картошка в этом же жире с небольшим количеством тимьяна пока. Это будет гарнир. Ну, все жирное, но куда деваться. Мы сейчас подождем, пока картошка начнет интенсивно булькать и пока утка не будет готова в большей степени. Картофель Сарладес. Картофель, нарезанный крупными дольками, томленый в утином жире. Традиционный гарнир для конфи из утиных ножек. Возьму чеснок, несколько зубчиков. Почищу его. Я его сейчас очищу с помощью раздавливания. Нашинкую. Я его нашинкую вместе с петрушкой. Это будет очень вкусная заправка. Вот я сейчас рублю чеснок вначале. А теперь добавляю петрушку. Оборву вот так вот листики. Сполосну их. Оплодоножки, между прочим, вот эти вот грубые стебли, я могу бросить вот сюда к утке в конфи. Хуже не будет. Рублю теперь петрушку. Вместе с чесноком уже включаюсь. Вот такая получается смесь. Немного соли сюда. Тогда лучше ароматы начнут выделяться. Но сейчас еще рано добавлять эту смесь. Когда картошка будет готова, я в нее добавлю вот эту вот вкусную чесночно-петрушечную смесь. А пока я сделаю еще одно дополнение к такому блюду. Салат. Ну, знаете, во Франции сейчас часто сопровождают еду свежим салатом. Вот, смотрите, здесь разные салатные листья. Здесь есть лолороса, здесь есть мангольд, листья свеклы. Современная хорошая смесь салатных листиков. Я сейчас сделаю салатную заправку, которая называется соус винегрет, потому что это французский такой способ заправлять салаты. Смотрите, оливковое масло, винный уксус. Ну, его меньше, чем оливковое масло. Это соль, сахар, немного черного перца и немного горчицы. Классическая салатная заправка, собственно говоря, французская салатная заправка, которая вполне справедливо называется соус винегрет, потому что винегр по-французски это уксус. Готовим конфи из утиных ножек. Картофель нарезаем дольками и обжариваем в смеси утиного жира и растительного масла с добавлением соли и тимьяна. Несколько зубчиков чеснока и листья петрушки измельчаем с солью. Эта ароматная заправка добавляется в конце приготовления картофеля. Делаем классическую заправку для салатных листьев. Оливковое масло, винный уксус, соль, сахар, немного черного перца и горчица. Теперь я достаю ножку. Вот у меня две вот такие ножки томленые. Целенькие, потому что были мягкие, но целенькие, потому что были высолены. Вот они. И теперь как мне быть? А я эти ножки должен просто погреть на сковородке. Она тогда покроется больше хорошей корочкой, еще лучше, чем она есть. Сейчас у нее корочка практически не видна. И будет нам счастье. Я возьму небольшую сковородку сейчас, вот такую небольшенькую. И на ней уже без масла, между прочим. Масла мне здесь совершенно не надо. Просто погрею ножки. Разогрею сейчас эту сковородку. И погрею ножки. А пока я могу посмотреть на картошку. Вот она уже. Она готова. Она готова. Она немножко будет распадаться сейчас. Так и должно быть нормальная история. Я сейчас солью немного жира из нее. В кастрюлю, где вот тушилась утка, томилась. И вот когда уже жира в картошке будет немного, дам вот эту ароматную смесь. Помните? Чеснок и петрушка. И пусть сейчас картошка еще немного с этой смесью здесь томится. Это будет очень вкусный гарнир. И вот так вот могу немного перемешать. И чуть-чуть жирку, чтобы чеснок потерял свой вкус, знаете, такого характерного сурового чеснока. Вот картофель сарладес. Сковородка. Вот утиные ножки. Сейчас они здесь начнут обжариваться. Очень вкусно пахнет из кастрюльки. Вот петрушкой и чесноком. Я считаю, что картошка готова. Теперь я ее выложу на сито, чтобы картошка стекла. Вот так. Но она будет крайне вкусная, эта картошка. Ощущения жирности в ней нету. Несмотря на то, что она, конечно же, немного жира все-таки впитывает в себя. Я сейчас заправлю салат небольшим количеством соуса винегрет. Много не буду, чтобы салат не стал тяжелым. Возьму сейчас. Две ложки. Равномерно перемешаю салат. Возьму красивую тарелку. Положу горку салата. Во французской традиции возьму чистый шампиньон. Сейчас вот на чистой доске нарежу его вместе с ножкой, чтобы декорировать салат. Сырой шампиньон – это очень по-французски. Декор-тере съедобный. Абсолютно съедобная вещь. Но только много не надо. Это не еда, а такая вкусовая штучка. Сырой шампиньон. Финальный этап приготовления конфи из утиных ножек – обжаривание ножек на сковороде для придания им красивой аппетитной корочки. Картошка. Вот она, стекла. Очень вкусно пахнет. Достаточно много картошки. Вот такая ножка красивая. Я, конечно, положу ее так вот косточкой вверх, чтобы она вот так вот возвышалась, опиралась на картошку. Скажу вам, друзья, что я, анализируя мировые кухни, стараюсь подбирать блюда, которые не выхолощенные, не городские блюда, а такие блюда, знаете, которые идут от корней, от земли, от крестьянства. Вот сегодня был типичный пример такого блюда – конфи. Абсолютно крестьянская, недорогая еда. Французская еда, потому что мы сегодня рассматриваем Францию, друзья. Это самая серьезная страна в кулинарном смысле. Она остается ей до сих пор и, думаю, что еще долго будет оставаться кулинарной меккой всего мира. А я, мировой повар, желаю вам вечного аппетита и прощаюсь до следующих встреч.